Кодец года, время подводить итоги работы в молочном животноводстве. Один из самых крупных молочных агрохолдингов в области «Зеленая долина» в уходящем 2014 году сделал много важных стратегически выверенных шагов вперед. И это не только увеличение надоев и расширение посевных площадей, что само по себе очень важно для экономической безопасности региона, но и множество инициатив, напрямую не связанных с производством. Подробности в репортаже Татьяны Свящевой. Сделать производство молока простым и эффективным, труд в хозяйствах агрохолдинга престижным, а продукцию узнаваемой и любимой. Такие бизнес-цели были поставлены перед руководством агрохолдинга в 2011 году, когда было принято решение о создании новой компании «Зеленая долина». За три с половиной года предприятия агрохолдинга появились в Белгородском, Вейделевском, Ивнянском, Карачанском, Прохоровском, Шебекинском и Яковлевском районах. «Зеленая долина» сегодня – это восемь молочно-животно-отческих комплексов и свыше 50 тысяч гектаров земли для выращивания кормов. В 2015 году в Карачанском районе появятся еще две новые мегафермы и метельный комплекс. В селе Шейна уже сейчас ведется строительство молочно-товарной фермы на почти 2000 голов дойного стада. К концу текущего года в хозяйствах агрохолдинга поголовье крупного рогатого скота выросло до 15,5 тысяч. Из них более 7,5 тысяч – это фуражные коровы со средней продуктивностью не менее 8 тысяч килограммов молока в год от одной буренки. Кстати, о надоях. Объемы поставок молока региональным перерабатывающим предприятиям от «Зеленой долины» за последний год выросли на 18%. В 2014-м в агрохолдинге приступили к реализации нового проекта по строительству на территории Шибекинского и Веделевского районов двух крупных зерносушильных комплексов. Реализовать проект планируется к концу 2015 года. Был значительно обновлен парк сельскохозяйственной техники. Сейчас в хозяйствах «Зеленой долины» трудится более 1200 человек. И компания намерена расширяться. Чтобы обеспечить себя кадрами на будущее, агрохолдинг стал якорным предприятием для Карачанского сельхозтехникума. Практика студентов проходит на площадках «Зеленой долины». Компания оказывает помощь техникуму в ремонте и оборудовании кабинетов для подготовки специалистов в новых направлениях. Комплектование кабинетов оргтехникой, приобретение учебников и формы для учащихся. В 2014-м в селе Хохлова Белгородского района завершилось строительство храма. Расходы на благое дело взяла на себя «Зеленая долина». Также оказана помощь в строительстве храма «Вознесение Господня» в селе Богатоевнянского района и реконструкции Борисовского, Богородицко-Тихвинского женского монастыря. Такой современный бизнес, социально ответственный, неравнодушный к нуждам и чаяниям людей, строит группа компаний «Зеленая долина». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова